Важно, чтобы вся правда о этих героических событиях, она жила в нашем народе, потому что, во-первых, наш народ выполнил огромную миссию, спасая и защищая мир, фактически закрыв собой от фашизма. Во-вторых, он заплатил за это, конечно, огромную цену. Все, что связано с ней и ее участием в Великой Отечественной войне, это очень бережная и очень важная для нас часть истории. Ей приходилось, помимо того, чтобы работать в тылу, строить железную дорогу. Это был просто непосильный труд. Несколько часов он плыл на этой льдине по Днепру, и его спасла моя прабабушка, которая доставла его из воды. Почему же так мало известно об этом подвиге? Мы знали о нем, но совсем чуть-чуть, и стало нам самим лично для нашей семьи очень интересно. Страшных историй никто не рассказывал, но вот эта история на грани страшного и смешного. Спасибо нам, что мы помним. Когда началась Великая Отечественная война, он встретил это известие на кораблике. Был выходной день. Он вместе с детьми, с моей мамой, с ее сестрой и братом младшим вместе пошли к медному всаднику, где до сих пор у нас есть тот самый причал, где они сели на кораблик прогулочный, поскольку это было обещано заранее детям, и вместе поплыли в ЦПКО. И когда они уже подплывали к ЦПКО, где собирались провести выходной воскресный день, на пристани им сказали, что началась война, об этом уже стало известно. И не сходя с корабля, они вернулись обратно, и дед побежал в Адмиралтейство, где у нас сейчас находится командование военно-морского флота России, а тогда находился штаб военно-морской базы ленинградской. И он прямо с этого корабля побежал за инструкциями о том, что делать. А бабушка вместе с тремя детьми остались стоять у медного всадника, и там по трансляции радиосети услышали сообщение о начале войны. Это было первая половина дня 22 июня. Вся семья первую блокадную зиму проводила здесь. После первой блокадной зимы тяжелой летом семью, бабушку и трех детей удалось эвакуировать в Паладоге, на барже. Это был небезопасный канал, потому что немцы об этом знали, были налеты, и периодически случались разные проблемы. Вот недавно экранизация фильма, фильм на эту тему вышел «Спасти Ленинград», это как раз посвящен фрагменту одному из таких событий, как раз эвакуации путем отправки судами речного флота, баржами, в том числе и не самоходными, а теми, которых тянул буксир, у которых своей двигательной установки не было. Вот именно на такой барже и находилась моя мама вместе со своим сестрой, братом и мамой. Но, тем не менее, все остались живы, история эта закончилась благополучно. Они добрались до точки назначения, оказались в конечном итоге в Нижнем Новгороде, в городе Горьком, в котором было сосредоточено большое количество оборонных предприятий, где и находились до завершения войны. А вот дед остался здесь и сражался на самых ответственных участках фронта. Надо сказать, что и в 1941 году он успел поучаствовать в строительстве оборонительных сооружений в районе Луги, в районе Гатчины, в районе Ропши. Блокаду активно отстреливались они и из Кронштадта, прямо наводя корабельную артиллерию, в том числе и по немцам, которые были в Петродворце. Он рассказывал о том, что ему лично приходилось корректировать огонь, поскольку он имел инженерную подготовку, хоть и служил в политуправлении, но в политуправлении он попал из инженерных войск, и поэтому умел обращаться и с нивелерами, теодолитами, и всеми приспособлениями, необходимыми для установления точных координат, в том числе и нахождения противника. Поэтому, используя высотные точки, в том числе и Морской Кронштадтский собор, вели корректировку огня корабельной артиллерии по немцам из Кронштадта. В Великой Отечественной войне у меня участвовало две бабушки. Одна бабушка, она прожила долгую жизнь после Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны она строила железную дорогу, она работала в тылу, и во время войны как раз-таки у нее родились дети, и вот ей приходилось помимо того, чтобы работать в тылу, строить железную дорогу, это был просто непосильный труд, ей приходилось еще и параллельно ухаживать за своими детьми, воспитывать своих детей. Это было очень тяжело, и при этом она справлялась одна, потому что ее муж на тот момент был на войне. А вторая бабушка, она точно так же была в тылу, ну, дети у нее появились после этого, но в процессе войны у нее появилось очень много болезней, у нее произошло обморожение, и после войны случились осложнения, и она просто умерла. Моя прабабушка Татьяна Васильевна Кусова застала войну в городе Краснодар, и она всегда мечтала быть врачом, быть медсестрой, но, к сожалению, не смогла этого сделать, потому что у нее было много детей, она была матерью-героиней, в итоге у нее было семь детей, и на момент войны у нее было трое детей, она была беременна четвертым, но она все равно смогла уделить время, чтобы стать медсестрой в госпитале, который был обустроен в институте физкультуры нашего города. И когда немцы вошли в город, и санитарный поезд эвакуировал всех сотрудников этого госпиталя, моя прабабушка была вынуждена остаться, так как у нее было трое детей, ей нужно было как-то их кормить и содержать, поэтому она застала оккупацию немцами нашего города, и однажды она даже спаслась от гибели, потому что наш город был одним из тех, который был, условно, полигоном для испытания знаменитых душегубок. И однажды, когда на рынок была облава фашистов, и они закрывали, условно, рынок, чтобы всех людей оттуда забрать и закинуть как раз-таки в эти душегубки, потом отвезти на окраину города и высыпать это во рвы, моя прабабушка спаслась, потому что ее успел вывезти сторож, он успел открыть калитку, и она успела сбежать. И в итоге она получила героя. Она была ветеран труда и ветеран войны. Дедушка мой, дедушка Яша. Яков Иванович, он был в этот момент на Японском фронте, не на немецком фронте, а на Японском фронте. И обнаружена была такая интересная история. Утром выезжают, значит, две артиллерийские дивизии, японская и российская, ну, советская в тот момент, и начинают друг друга обстреливать. Но если руководителя японских войск застрелить, то, следовательно, у них потом идут час перевыбора нового руководителя. Об этом узнали наши войска, и поэтому вечером прогоняют стадо коров. Вечером это стадо коров гонят перед войсками. Естественно, для чего? Для того, чтобы пристрелиться, пристрелиться к полю. Стреляют в этих коров, корова падает, и наши стрелки, снайперы, вытаскивают из коровы всю внутренность, разворачивают ее в сторону японских войск, открывают ей пасть, и дальше туда на ночь ложится стрелок. Вот, вряд ли, наверное, кто-то вас может понять, как это выполнить. Туда ложится стрелок вместе с винтовкой и снайперским прицелом. Стрелок – это так называемый и снайпер. И ждет утра. Корова теплая, до утра не замерзнешь. Как только выезжают войска, выстраиваются войска, этот стрелок убирает главного самурая. Самурай падает час на перевыборы, а наши войска в этот момент благополучно обстреливают японцев. Мой прадед, подполковник группы «Партизан», вот, звали его Красильников Николай Дмитриевич, он вел свою группу на плотах через реку Днепр, она подверглась авиаудару, в ходе которого практически вся группа, состоящая из 110 человек, была подбита. Многие умерли в тот же миг, кто-то утонул. На дворе стояла зима, мой прадед потерял руку и получил множество ранений, но смог доплыть до льдины, которая была, значит, на Днепре. Несколько часов он плыл на этой льдине по Днепру, и его спасла моя прабабушка, которая достала его из воды. Он несколько лет проживал у них в деревне, получается, это уже на территории Западной Украины происходило. И дальше они стали жить, поживать, добра наживать. В 2017 году мы заинтересовались тем, почему же так мало известно об этом подвиге. Мы знали о нем, но совсем чуть-чуть, и стало нам самим лично для нашей семьи очень интересно. Мы обратились в наш музей, зная, что фотография нашего деда находится в музее Северного флота. И вот сотрудники музея, спасибо им огромное, прислали нам письмо в 2017 году. Письмо было большое, мы очень удивились этому конверту. Но в этом письме были две замечательные вот эти вот газеты, которые были подготовлены к 49-летию подвига североморцев. И газета имеет такое очень приятное наше, сразу такое щемит сердце, северное название «Рыбный Мурман». И сотрудники музея через эту газету полностью осветили очень подробно, что же было в тот день, когда судно, на котором служил в самом начале войны наш дед Алексей Евгеньевич Дятлов, что же с ними случилось. Это было практически первым заданием этого судна, потому что ранее оно было как рыболовный траулер, но в самом начале войны поставили две 45-миллиметровых пушки и два пулемета. И вот с таким оснащением это судно должно было патрулировать в нашем Кольском Заполярье наши воды. И вот в первом же задании, выйдя в пространство Кольского залива, увидели, что по курсу три немецких эсминца. А так как задание было пропатрулировать два судна с грузом и там были еще и гражданские люди, было принято решение командиром корабля Акуневичем, было принято решение отвлечь внимание на себя и вступить в бой. Конечно, бой был неравный. Обе газеты поминутно практически раскрывают эту, ну, наверное, можно сказать, и трагедию, потому что люди прекрасно понимали, что не имея определенного боевого опыта, тем более боевого опыта с боевыми кораблями немецкими, наверное, они могли предполагать, какой будет результат этого боя, но все-таки не отступили ни мили назад. Вот. И вот газеты очень, знаете, так волнительно описывают, как уже горел посад, да, как взрывы были один за другим, вот, и в результате пожара, естественно, судно практически уже было небоеспособно и вообще практически было обездвижено, результат, конечно, был плачевный. Всего осталось двое человек из того колоссального списка 41 человек команды. Командир корабля Акуневич тоже погиб. Ну, что самое главное, хотелось бы сказать. Спасибо нам, что мы помним. Наши ребята сейчас должны знать, они должны знать и понимать, что вот здесь написано «подвиг». Подвиг – это всегда люди. Подвиг невозможен без людей. Спасибо им. Продолжение следует...